Номер один в стране. Полная площадь людей, которые будут петь лучшие песни России вместе с нами. Дорогие друзья, мы счастливы, что у вас меняется город и что город преображается. И у людей из-за этого, мне кажется, отличное настроение. Мы это настроение сегодня усилим, чувство патриотизма усилим, чувство уверенности в завтрашней дне усилим, когда будем петь вместе. Скажите, пожалуйста, вы для подобных проектов выбирали специальный репертуар? Конечно, народная караоке или вот этот праздник песни, о котором мы ведем сейчас речь, это специально отобранные, любимые песни нескольких поколений наших граждан. Из уст куста от отца к сыну, от деда к внуку, то есть все это передается. Это то, чем гордится страна. Потрясающие, лучшие, известные, долго лет находящиеся в сознании, которые должны уйти в 21 век, лучшие песни страны. Эстрады, фольклор и классика, естественно, элементы классики. И такие гиганты песенные, такие как Высоцкий, Цой, Игорь Тальков, ну то есть все, что люди любят, и они это сегодня услышат и будут принимать участие в нашем совместном пении. Вот мы благодарны администрации Саратовской области за великолепно организованное мероприятие, за очень качественный звук, за возможность выступить на площади и за вдохновение. Потому что я много лет приезжаю в Саратов. И вот я еще 10 месяцев назад, в ноябре, когда у нас был здесь концерт, поблагодарил людей, которые здесь живут и работают, за то, что впервые из Волгограда я сюда приехал по хорошей дороге. Спасибо за набережную, друзья, которой сегодня можно восхищаться. Мы погулялись. Спасибо за то, что 67% дорог стало. И я рад, что не все 100 у Вас есть еще чем заниматься. Скажите, пожалуйста, Вы всегда очень с большим таким трепетом, наверное, относитесь к качеству концерта, к качеству звука. Какие особенности в площади, все-таки, отношения концерта в ЗАП? Вы знаете, колоссальная практика, которая у нас сегодня есть. Мы провели уже около 30 праздников песни и в России, и не только, и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Прибалтике. И у нас, вы знаете, появляется такой опыт. Главное – живой звук и разговор с людьми на языке, который у тебя идет из сердца. Главное, чтобы не было фонограммы. Должна быть живая и с вами. И мы этого добиваемся в любую погоду. У нас очень загаленные, сильные, физкультурно, так сказать, укрепленные артисты. И даже когда на улице плюс 6, например, и я смотрю, даже зритель стоит, стоит на улице зритель, и ему холодно. Я говорю, друзья, во-первых, сейчас будем видаться под музыку, будем петь для Вас дискотичные песни. А во-вторых, если Вам вдруг холодно, я Вам сейчас покажу. Я снимаю пиджампом, у меня тонкая рубашка, и всем сразу становится тепло. Вот, поэтому я думаю, что специальные песни, специальное настроение, есть специальные музыкальные сюрпризы. Из огромного уважения к Вашему городу, к его истории и музыкальным традициям, мы приехали не только к хорам турецкого, а я еще привез сегодня трех солисток арт-группы собрана турецкого, чтобы спеть несколько женских песен с народом. Одна из которых, моя любимая, где и так много золотых, на улицах Саратова, Барлет, женская песня, мы петь не можем такое, понимаете? Потому что она от женского лица, но наши девушки споют, и мы с тобой два берега в одной реке, это два влюбленных человека, как берега Волги. И издалека долго течет берега Волга, женская песня, тоже, видите, как вся площадь будет петь. Сказала мать, бывает, все, сынок, услышьте эти песни. Вот, поэтому мы приготовили много сюрпризов, и я думаю, что праздник сегодня, не буду обратить внимание, был дождь, но хор турецкого появляется на площади, и дождь прекращается. У нас такая же история была на Красной площади. 5 сентября весь день лил дождь, мы приехали на Красную площадь, и в 6 часов вечера дождь прекратился. И была ясная погода, как и сейчас. Спасибо небесной канцелярии за поддержку. Дорогие друзья, мы вас любим. Саратов рулит сегодня. Браво за ваше продвижение, за уверенное и устойчивое движение вперед, за вашу работу. Спасибо саратовцам. Спасибо.